Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Речь в этом видео пойдет об одной Потемкинской палате. Так можно назвать торгово-промышленную палату Туркменистана, которой по сути является убыточная бутафорская организация с огромным зданием-дворцом на юге Ашхабада. Своей целью, развитие экономики и предпринимательской деятельности и функциями, она во многом дублирует союз промышленников и предпринимателей страны. На самом же деле основной вид деятельности палаты – это проведение различных выставок с демонстрацией так называемых достижений страны. О том, как готовятся эти выставки и как они проходят Туркмен Ньюс, рассказали участники подобных мероприятий. Добровольцев в лице министерств и ведомств принять участие в той или иной выставке практически нет, так как оформление выставочных стендов стоит времени и денег. Поэтому участие источники называют добровольно-принудительным, а именно под угрозой отзыва лицензии или патента. Лишиться лицензии – наказание весьма серьезное, так как получить ее и без того сложно, а скажем, в сфере медицины особенно. Но вот все потенциальные участники выставки проинформированы и начинается самое интересное. Сотрудники торгово-промышленной палаты помогают оформить стенды, при этом даже не заикаются об оплате. Но как только начинается выставка, участников обходят и просят подписать договоры. Тут-то предприниматели и узнают, что оказывается участие в мероприятии является платным. Сумма немаленькая – от 4 до 4,5 тысяч монатов, в зависимости от того, сама ли фирма строит стенд или пользуется услугами палаты. Ни предприниматели, ни министерства не кидаются тут же оплачивать свое участие, чиновники считают, что это просто бессмысленное перекладывание бюджетных средств из одного кармана в другой. Еще один немаловажный факт – все эти транзакции обслуживает огромная армия госслужащих – бухгалтерия платящего министерства, бухгалтерия палаты, Министерство финансов и экономики, через которые проходят платежки, налоговая служба. И абсолютно никакой пользы нет для тех, кто представил на выставке свою продукцию или услуги. Палата же из-за этого накопила огромную дебиторскую задолженность и погрязла в долгах. Источники Turkmen News среди рядовых сотрудников палаты рассказали о качестве мероприятий, которые проводит торгово-промышленная палата. По их словам, оно явно оставляет желать лучшего. Так, в конце декабря, во время Международной научно-практической конференции и выставки, по итогам 2023 года, в туалетах не было мыла и туалетной бумаги, а питание участников форума было организовано кое-как. Гости обедали в кафе на втором этаже, и цены там превышали средние по Ашхабаду, примерно вдвое. На первом этаже имелась более дешевая столовая, но не всем о ней было известно, никаких объявлений и указателей в здании не было. Когда же узнавали, то предпочитали не экономить. В столовой было грязно, на персонале не было ни перчаток, ни головных уборов. И в кафе, и в столовой оплата принималась только наличными, кассовых аппаратов не было, а значит вся торговля велась полулегально, и прибыль уходила кому-то в карман. И это в госучреждении, отвечающем за торговлю на государственном уровне. Участники форума отмечали неприглядного вида газон у здания торгово-промышленной палаты. А по информации источников, именно за невнимательность к зеленым насаждениям, в 2018 году был уволен один из предыдущих глав палаты, Баба Гылыч, Гылычев. Состояние газона не понравилось тогдашнему президенту, Гурбан Гулы, Берды Мухамедову. Официальная формулировка при увольнении звучала так, за неиспользование имеющихся возможностей и потенциала возглавляемой организации. Не исключено, что и нынешний глава палаты Мерген Гурдов, силовик до мозга костей, который непонятно зато получил эту должность, тоже ответит за неиспользование потенциала. В конце декабря новогоднее мероприятие в торгово-промышленной палате посетил действующий президент Сердар Берды Мухамедов с детьми. А пока же Гурдов занят тем, что налаживает торгово-экономические отношения с Зимбабве, страной, где не так давно произошел обвал местной валюты, которую прозвали Боллар, и где сейчас взаиморасчеты предпочитают осуществлять в настоящих долларах. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.